Суворовская площадь 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 Я официально обращаюсь к Панфиловой. Именно ваша избирательная комиссия во главе с вашим первым замом выступает в роли основных провокаторов. Дайте мне газету. Мы выпустили газету «Правда», газету со столетней историей, выпустили из биографии Грудинина. 10 миллионов в тираж вышла газета. Обратите внимание, мы обязаны как партия, и это все знают, на предыдущих выборах мы 12 выпусков таких делали. Ни по одному не было замечаний. Выпустили, представили своего кандидата. Здесь Грудинин представил блестящую программу «20 шагов достойной жизни». Казалось, реальная программа, сильный опытный кандидат. Уважаемые партии и движения, ну сядьте за стол, обсудите и введите все в норму. Вместо этого, кстати, наоборот, его первое развернутое интервью. Ни одного слова агитации. Здесь никто не говорит «голосуйте за Грудинина». Здесь представляем кандидата, что мы собираемся делать, и его точку зрения на главные проблемы. Это то, без чего не бывает никаких выборов. Я хочу сказать, и здесь избирком во главе с Булаевым организовал провокацию стопроцентную. Дали команду и полиция в Новосибирске, где коммунист Локоть возглавляет и является мэром. В Новосибирске, который является научной столицей промышленной Сибири. В Новосибирске, где Локоть впервые в стране построил по одному квадратному метру на каждого жилого человека более полутора миллионов. В Новосибирске, который показывает пример, как можно развиваться. С перепугу послали полицию и арестовали. Потом говорят, что были полномочия. Ни решение суда, ни избиркома местного. Оказалось, из ЦИКа поступила команда. Но из ЦИКа поступают команды только по приказу из администрации президента. Мы официально сегодня, а сегодня проводятся митинги во всей стране, от Камчатки до Калининграда, официально заявляем свой протест против провокационных действий Центральной избирательной комиссии, которая под руководством администрации президента решила устроить в стране политический дефолт. Финансового мало, международного мало, а политический дефолт это означает российский Майдан. Мы категорически против такого развития событий и все сделаем, чтобы выборы были честны и достойны. Павел Николаевич проехал сейчас уже в московский регион, переполнил залы. Ленинград съехался весь северо-запад. Волга, Тольятти, Самара забиты, зал не вмещаются. Урал и Башкирия, везде мы ведем прямую трансляцию и сегодня ничего вы не сделаете, не перекроете. Мы ведем прямую трансляцию. У нас в каждой области созданы группы, которые в интернет разгоняют все материалы. Что бы вы ни врали и что бы вы ни делали, народ узнает правду. Вчера организовали под руководством ЦИКа еще одну провокацию. Полезли считать очередные счета, хотя давно все представлено и документы есть. Тут же выстроили полсотни журналистов, весь вечер хайли, орали. Через два часа Булаев выходит, извиняется, оказывается, произошла ошибка. Извинение три строчки в тате, а весь вечер врали, как Сивой Мерин, беспардонно. Не просто позор, это провокация и преступление против выборов и граждан. Официально, как руководитель штаба заявляю, мы больше не потерпим таких мерзостей. Завтра ЦИК получит из всех 85 субъектов Российской Федерации, от всех наших союзников более сотни, что если это продолжится, а телевидение будет дальше врать, мы призовем народ к активному сопротивлению этой лжи, этой мерзости, это преступление против граждан страны. Мы мирные люди, мы все сделаем, чтобы выборы были демократичны. Но обращаюсь и к Путину. Если вы хотите, чтобы выборы были легитимными, уймите ваших наемников, которые сегодня действуют гораздо хуже, чем Ельцин. В свое время Ельцин, Немид и Ельцина против меня выпускали газету, не дай бог, Финляндии. 15 миллионов тиражом. Здесь, на российском канале, вечером собираются политтехнологи и рассурдают, как мочить, что делать, как раскалывать, как подкармливать Жириновского, как вытащить и так далее. Утром телевидение, сегодня включаю горячий снег, великолепный фильм. Утром оно патриотическое, а вечером пидористическое. Самое настоящее, но просто стыдовушка и так далее. Я думал, хватит Жириновского, не хватило. Даму от дома два, не хватило. Этого еще одного, такого же, не хватило. Теперь с Ванидзей морду побили, может, я заткнется. И так далее. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем. Я бы на месте Путина сделал следующее. 11 указов, 6 лет назад, первые. Он попытался спланировать на 6 лет программу. Первые назвал конкретные показатели. Первые расписали каждому члену правительства. Что же вы не хотите спросить своего правительства, почему из 11 указов 10 оно провалило с треском? Вы обещали удвоить ВВП. За последние 5 лет он упал на минус 8%. Вы обещали 25 миллионов классных мест и близко ничего похожего. Вы обещали полтора раза производительность увеличить, а она росла в год на 1-2%, провалили еще больше. Вы обещали остановить вымирание. Русские классические области вымирают полтора раза быстрее, чем идет рождаемость. Вы обещали вести диалог с граждан и не дать возможность обнищать. 40 месяцев подряд народ продолжает не ищать. Тогда призовите свою правительственную ответственность. Тогда сядьте на полноценный диалог. Тогда ищите мирные, демократичные выходы из ситуации, а не натравливайте свою свору, которая, по сути дела, срывает нормальные выборы. Заявляю, как руководитель штаба, мы проведем выборы честно и достойно. Что бы вы ни делали, мы не дадим в обиду своего кандидата, мы будем ее защищать всеми доступными законными средствами. Мы все сделаем, чтобы наша программа «Двадцать шагов» была доведена до каждого гражданина. Мы придем к каждому, расскажем, покажем. С плохую власть избирают хорошие избиратели, которые не приходят на выборы. Надо все сделать, чтобы все миллионы граждан пришли, проголосовали и поддержали. А дело наше правое. Народ победит. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok